День первый. Шумит вебаста, как вы слышите. Мы ночуем на какой-то, на какой-то обочине. Вот, примерно так, всю свою постель берем с собой. Так вот, мы собираемся, так как нам завтра ехать 4 часа, то мы решили проехать сейчас. Какое-то время, где будем ночевать, даже не знаем пока. Загружаем все самое важное в воду, в холодильник с едой и уезжаем в темноту. Все, хоть дорожку. Дождь льет, конечно. Надеюсь, завтра будет хорошая погода. Мы вчера уже ночью приехали, нашли это местечко. Ночевали вот здесь, рядом с таким транспортом. Но вид симпатичный, вид симпатичный. Что мы делаем в первую очередь, когда встаем? Ну, во-первых, одеваемся. А что-то теплое. Во-вторых, готовим кушать. Чай я уже поставила. Вчера, как ты, готовила пиццу, как я уже показывала. Сейчас как-нибудь разогреем все и сделаем. Должно быть вкусно. После первой ночи в горах мы отправились смотреть на то, что я ждала несколько месяцев. А по пути виды становились все лучше и лучше. Зеленые краски Швейцарии поменялись на желтые. Я просто не отлипала от окна машины. Нашей целью было озеро в швейцарских горах. Но увидеть его я хотела именно осенью, потому что вокруг озера растет лиственница. Озеро очень красивое. Просто посмотрите, все эти иголки от можжевельника лежат на воде. А когда дует ветер, то они как снег сыпятся сверху. Субтитры сделал DimaTorzok Нам сегодня повезло, потому что мы ехали и по дороге увидели кемпинг. Заехали, спросили, можно ли у вас помыться. Они сказали, да, конечно, мы сегодня вообще последний день работаем. 10 евро, и идите мойтесь. Так что мы помылись и едем искать место для ночевки еще часа два. И все, будем укладываться спать. Первый день подошел к концу. Все, мы наконец-то приехали на место ночевки. Очень устали, у меня болит спина. Сейчас разогреем борщик, покушаем и спать. Предположим, вот первое, если весна опять пришла. И лучики тепла. После нашей второй ночи в горах вылазить из-под теплого одеяла, ну, совсем не хотелось. Но пришлось. Доброе утро, день. Второй. Место ночевки день второй. Там вдалеке очень красивые горы. Здесь сосновый лес. Вот здесь поставили на камни машину, потому что было неровно вчера. Утром я всегда завариваю черный чай. Без кружечки чая свой день я не начну. И ночевка в горах не исключение. Выпить кружечку чая на природе – это особое удовольствие. Едем дальше у нас по плану озера. Куда придется идти пешком? Скорее всего, метров 600. Но ничего, сделаем хороший хайкинг, попотеем. Наш путь к следующей локации был непростым. Горный серпантин с обрывом привел нас к деревню в горах. Накрапывал дождь, так что мы решили подниматься наверх на канатке, а не пешком. Желающих, кстати, было немало. Канатку неплохо так раскачивало над пропастью, было слегка страшновато. А наверху нас ждала прекрасная погода и не менее прекрасные пейзажи. Тут мы натыкаемся на магазинчик. Местный магазинчик норм. Целый кусок 18 франков. Можно оплатить, кстати, даже с помощью вот этого сервиса. Либо бросить денежку. Подняться наверх однозначно того стоило. Вот такой шикарный вид на всю горную долину ожидал нас. Вот такие места для гриля есть. Дрова можно купить. Вон там сарайчики. Вот сейчас я буду огонь разводить. И будем сосиски из ресторана грилить. Муж побежал за сосисками. С таким видом. Красота. Красота. Муж добыл две сосиски и немного хлеба за 8 евро в ресторане. Но они почему-то были на него злые какие-то. Не знаю почему. Так что сейчас будем жарить, перекусим. Вокруг озера идет тропа. И то и дело натыкаемся на такие вот местечки, где можно погрилить или приготовить что-то. Так красиво в лесу просто. Вот такое местечко для посиделок с друзьями. И вот здесь есть дрова. Ну как бы здесь не стоит, сколько они стоят. Но я думаю можно где-то денежку оставить или что-то типа того. Просто бери пользу. Как интересно. Мы идем и здесь продаются кристаллы. Ну как бы 1 франк, 8 франков, понятно. Но за 50 франков кристалл. И вот смотрите, они просто лежат. Без каких-либо камер видеонаблюдения, без ничего. Интересно, да? Так темно, конечно. Вот и подошли к концу наши 2 дня в горах. Как и собственно наше пребывание в Швейцарии. Потому что мы скоро отсюда уезжаем. Так что пишите, как вам мой первый влог. Надеюсь будет и второй.